МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска – фирменный салон бытовой техники «Миле». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Восьмой канал запускает самый вкусный проект. Восемь вкусов, совместная программа нашего телеканала и журнала The Off. Вместе с гостями нашей программы вы узнаете новые рецепты и научитесь готовить быстро, вкусно, красиво. Наши повара знают, как приготовить оригинальные блюда ресторанного качества, используя при этом самые простые и доступные продукты. И этими секретами поделятся с вами. Сегодня на кухне свое мастерство готовки покажут популярные радиоведущие Ляля Булавина и Катя Демина в гостях проекта «Восемь вкусов сестренки шоу». Мы бы сказали вам по обыкновению, с добрым утром, радиослушатель. Но сегодня мы будем с Катей не ведущими. Мы будем ведомыми в руках этого прекрасного, красивого, талантливого мужчины, который сегодня будет готовить для нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы сегодня начинаем готовить. Мы с Катей пришли, абсолютно не зная, что будет происходить, поскольку полностью хотим отдаться в эти сильные, красивые руки с кольцом. Дмитрий, скажите, что мы будем делать сегодня? Мы будем готовить два итальянских блюда. Это ризотто с белыми грибами и стейк лосося на пару с овощами и соусом с красной пиквой. Мы начнем с ризотто, наверное, сейчас порежем белые грибы, обжарим и начнем готовить, собственно, наш ризотто. А с вами мы делаем, начнем готовить гарнир для лосося. Что я делаю с этой прекрасной капустой? У нас, к сожалению... И заметьте, она не про меня сейчас сказала про эту прекрасную капусту. То есть я должна ее разделить на соцветия. А сколько нужно капусты? Много? А вот этого хватит, я думаю. До второго размера три вилка. Дима, я знаю, что ты ездил недавно в Италию. Да? Нет. Нет? Нас подло обманули. Подожди, а откуда тогда привезен сыр? Сыр привезен из Италии, но моим... Это контрабас. Да, моим товарищам итальянцам. Перфавор. Понятно. Должна ли женщина вообще готовить на кухне? Вместо женщины у плиты или нет? Вот так я бы спросила шеф-повара. Вместо женщины нет, не у плиты. А где? Рядом, рядом с мужчиной. Сейчас, внимание, слушают все мужчины. Абсолютно. Где вместо женщины? Рядом с мужчиной. Готовить... Ну, мужчины готовят априори лучше. Это всем известный факт. Так. А где доказательная база? Некоторые с этим могут, конечно, не согласиться, но... Доказательная база, она в том, что у нас, наверное, процентов 90 шеф-поваров это мужчины. Я вот даже не претендую, потому что у меня муж дома готовит, и я думаю, вот они как раз бы с Димой вообще были бы идеальной парой. Но так как мы с Катей идеальная пара... Как жаль, что твой муж уже жена, поэтому, да, с Димой они идеальной парой не будут. Подготовим наш... Давайте. Вот что делаем? А, о, я сейчас буду резать лосось. Каким способом я буду его препарировать, не важно? На ваш вкус. Я просто всегда мечтала быть патологоанатом. Мы жарим чеснок, головку целиком, и грибочки, которые я нарезала пополам, маленькие, беленькие. Нам нужно два куска рыбы? Ну, у нас же трое, нам как бы одного не хватит. Давайте два. Мне нравится этот парень. Сейчас будем обжаривать рис, добавлять белое вино, обязательно. А вино какое должно быть, сухое? Обязательно сухое, чтобы не было сахарок в готовом блюде у нас потом. Я вам сейчас проведу экскурс. Мы с Димой поговорили заранее, тебя не было. Он сказал, что это специальный сорт риса, называется... Арборио. Арборио. Специальный круглый рис. Да, нам подходит исключительно потому, что в нем высокое содержание крахмала. Без крахмала, высокого содержания, ризотто не получится. У нас просто ничего не склеится, а нам нужно это сделать. Значит, рис мы обжариваем на оливковом масле. Рис мы начинаем, да, обжаривать. А если взять не такой рис? Ну, вот у меня, например, дома такого нет. Какой рис подойдет? Есть же всякие там пропаренные, там непропаренные, длинные, крупные. Какой? Нет, какой не подойдет, лучше исключительно для ризотто. Это корнароли. То есть я не могу пойти сходить в обыкновенный супермаркет и купить рис для ризотто? Нет, ну там он есть. Есть, да? Ну там вот Арборио представлен, который мы сейчас и будем с вами готовить. Слушайте, ну грибочки уже очень красивые. Я недавно была в гостях у китайского шеф-повара. И он показывал, как готовят еду у них. Это чисто Китай, вообще там ничего сверхъестественного. Там все вот так абсолютно грязно. Это не наша идеальная кухня, где ребята открывают одну печь, вторую, печь третью. Здесь у них там на водяной бане растапливается масло. Нет, в Китае все просто. Здесь у нас один фрукт, здесь третий, овощ, десятый, пятнадцатый. Вот так вот все разлили, полили сверху. Блюдо готово. Это удивительнейшая кухня, но мне нравится вот это больше. Дима, это у нас кухня какая будет? Это итальянская. Это итальянская. Что это за травка-муравка? Это тимьян, свежий тимьян, ароматная травка. Я хотела сказать, что это розмарин? Ну, тепло, но не совсем. Давайте рассмотрим вариант такой для обыкновенных российских женщин. А если вдруг у тебя в холодильнике нет белых грибов, подойдут ли вот эти вот, которые с большой шляпкой? Как они? Шампиньоны. Да. Да, подойдут, отлично. Грибной бульон мы заливаем в рис. Мы добавляем грибной бульон по чуть-чуть, это очень важно. А почему это важно? Почему нельзя сразу, как мы делаем, один к двум налить бульона в рис и все? Потому что это классическая техника. Потому что так надо. Потому что так надо. Вот это абсолютно верно. Среди всех блюд Дима очень любит яичницу по утрам. Катя, мы подходим. Ты видишь, что я уже делаю? Я практически делаю яичницу для Дмитрия. А это для чего Катя делает? Это будет соус. А мы будем делать соус, да, абсолютно верно. Ничего, если у меня осталось немножко вот этого белочка? Ну, его лучше, конечно, снять вот так вот, аккуратненько. А, вот так? А нам принципиально яйца теплые или холодные? Потому что я знаю, что для меренги, например, важно это. Нет. Не важно? Не, не важно. Попробуем с вами приготовить это на водяной бане. Ах, вон оно как. А Дима, надо помешивать, нет? Помешивать, да, абсолютно верно. Чуть-чуть, потихонечку. К нам недавно приходил один наш поклонник и сказал, что он ради нас готов нам любые изыски приносить. Мы с Катей сказали, что так как мы на диете, нам подойдет курица, запеченная в духовке. Я думаю, что после сегодняшнего... С чесночком, с майонезиком, с жирной корочкой. Такой хрустящей. Нет, она не то говорит. Значит, мы теперь будем говорить, что нам нужна ризотто. Добавим немножко водичка. Исключительно что-нибудь такое, что требует ваших навыков и подтверждения исключительности. Вот Дима может. А зачем мы добавили сюда воды? Ну, мы будем добавлять растопленное сливочное масло и потихоньку заваривать на водяной бане. Так, правильно? Мешаю, мешаю, мешаю. Да, абсолютно верно. Еще немножко бульона. Нет? Что-то неправильно делаем? Абсолютно все верно. Нужно аккуратненько взять, чтобы не обжечь руки. Он не опускает на дно. И не касаясь поверхности воды. То есть получается, что мы нагреваем емкость, в которой взбалтывали желтки. Да, потихонечку, чтобы желток не начал вариться. И будем добавлять с вами масло по чуть-чуть. Прямо по чуть-чуть. А как это сделать одному человеку, у которого две руки? Ну, просто интересно. Ну, обычно чуть-чуть побольше посуды берется, чтобы венчик не падал. И потихонечку готовится. Давайте еще масло. Кстати, помешивать рис принципиально важно. Потому что я не мешала, вот чуть-чуть. Он начинает пригорать. Не пригорать, как это называется, прикипать к дну кастрюли. Такой творческий процесс, прям волшебство какое-то происходит. А вот этот соус в ресторане, он заранее приготовлен? Или вы также для каждого заказа делаете вот эту всю историю? Мы делаем для каждого заказа. Господи, мне кажется, тогда ризотто должно стоить, ну, примерно, там, я не знаю, тысяч пять. Если бы я стояла каждый раз, представляешь, вот так бы для каждого ризотто. Катенька, ты понимаешь, сколько нам наши мужики-то недоплачивают, да? Вообще конкретно. Дима, ну расскажи тогда, пожалуйста, вот представим себе чисто гипотетическую ситуацию. Базилик. Базилик. Базилик, да. К нам вечером сегодня с тобой приходят гости. Времени нет совершенно. И нужно приготовить такое блюдо, которое бы было простым, удивительно вкусным. И к тому же, чтобы все вот попробовали, сказали, Ляля, ну ты просто богиня. Ну это точно не ризотто с белыми грибами. Да, вот что нужно сделать такого, чтобы и удивить, и оно было красивым, и интересным, и каким-нибудь еще полезным. Сейчас здесь все на ПП. Чтобы было полезным. Вот второе блюдо прекрасное у нас будет. И полезное, и вкусное, и быстрое. Ты вообще ничего не делала. Смотри, я положила попутку, положила рыбу и отправила в паровой шкаф. Все. Добавим сюда немножко сока лимона. Я могу также помешивать рис. Тебе надо лопатку в два раза больше. Пора добавить еще немножко бульона. Надо добавить еще немножко бульона. Слушайте, а почему вы так мало перца добавили? Так надо? А мы потом рыбу еще подперчим, и будет все хорошо. Немножко базилика давайте. Все, в принципе, соус у нас уже готов. Пинцетом достаются грибочки. Ну давайте лопатками. Ты же любишь траву? Да. Базилик. Базилик. У меня базилик прям очень хорошо и жестко ассоциируется с соусом песто. Нет, соус песто. Мне нравится в помидоры добавлять. Берешь много-много помидоров, режешь туда базилик, масло и перец. И немножко чеснок. Да, можно. Он будет прекрасный. Кстати, мы все больше прокалимся, что мы умеем готовить на самом деле. Мы читаем много просто. Да. А для чего у нас сыр? Сыр у нас пойдет, собственно, в ризотто. В ризотто. Хороший сыр никогда не повредит, можно его использовать везде. Добавим немножко сыра. Специальная терка, да, такая для сыра? Да, можно вот это все размешать. И сюда давайте тоже добавим сыра. Сыр добавляете по вкусу, как вам нравится. Ну это, наверное, граммов 10. Ну, это да. Наверное, да. Да? Да. Дима со мной вообще в теме. Мы с ним просто вечером шар укусим. Как-то не конфликтный. Да. Давайте немножечко еще цедру лимона. Ой, какой ароматный. Цедру именно трем, да? Да, цедра дает хороший, приятный аромат, свежий. Мы когда Диму увидели, мы сразу по лимону съели. Потому что иначе готовить невозможно. Он такой обаятельный. Капельку сливок давайте добавим. И оно сразу начинает загустевать. Я же вообще над ризотто стою, как над родным. Давайте подумаем. Что происходит здесь, да, у нас? Сейчас, смотри, он только что, он был рис, который варится в какой-то жидкости. Не в какой-то жидкости, а в грибном бульоне. В грибном, в вене. Добавляем еще сливочное масло обязательно. О! Как говорит моя подруга Катя Демина, все ПП, это рыба. Это белые грибы. Грибы даже больше, чем рыба ПП. Кстати, да. Вот, повара все-таки едят на работе. Они снимают мерочки. Мерочки? Да. Говорит, позвольте, я сниму Верочку, я сначала подумала, а потом Мерочку оказалось. А как жену зовут? Жену зовут Виктория. Почти рядом. Так, наш ризотто уже готов. Но подается горячим или нет? Обязательно горячим. Можно еще сыр добавить. Давайте добавим. Давай. Ну, я чуть-чуть добавила. Дмитрий, а что это за сыр? Пармезан. Да. Спасибо, Дмитрий. Это же контрабанда. Наш ризотто готов. Прекрасная консистенция у нее такая кремовая. Крахмальная. А как нужно выкладывать? Просто вот так вот, как Катя сейчас делает? Или, как иногда делают в ресторанах, приносят тебе тарелочку, а на ней как будто бы из чашечки перевернутой выложен рис? Ну, он так не делает. Давайте вот наоборот лучше, да. Обычно выкладывают ложечкой чаще. Аккуратненько. Даже можно было бы еще, наверное, немножко бульона добавить. Да, добавим немножко грибочков, которые мы жарили. Это украшение такое будет. Да. Дима, если, например, ты же шеф-повар, выносит кто-то из официантов, выносит блюдо, а оно прям некрасиво поданное. Ну, такое бывает, к сожалению. Ты скажешь, нужно исправлять? Или ты вот так вот сплакнешь и... Нужно исправлять, я не отдам такое блюдо максимальное. Вот это можно подавать, нет? Да. Да, наш резолкто в целом готов. Слушайте, как он классно запекся. А сколько нужно вообще рыбе на пару, чтобы быть уверенным, что рыба готова? 10 минут, как правило, достаточно. Достаточно. А давайте разберемся сразу готовить на пару. Мы достали легкие противни. Откуда-то, да? Откуда мы его достали? Из шкафчика. Мы достали из пароварки. Из пароварки Мелё, собственно. Духовка с функцией пароварки. Прекрасное изобретение человечества. За это я благодарен прогрессу, что устройство одно. А функций несколько. А функций несколько. И воды я там не вижу. Её там нет. То есть получается, что рыба, которая готовится на пару, она солится потом, когда уже готова? Я предпочитаю солить потом, да, чтобы... Ну, так же и с мясом, как бы, и с перцем. Максимально ближе к концу приготовления, чтобы... А это как-то влияет на вкусовые качества или что? Нет. Просто почему-то я так... Просто так надо. А теперь самый секретный ингредиент соуса. Дмитрий добавил туда ложку красной икры. Абсолютно верно. И что нам надо поливать рыбу этим соусом? Ну, что он больше нравится. Это правда красная икра? И наш лосось на пару с овощами на этом готов. Как мы подаём блюдо? Не знаю, нужно ли к этому сервировать бокалы. Мы не можем. К сожалению. Катя беременна. Я её поддерживаю. Тоже беременна. Итак, я предлагаю на раз, два, три всем нам попробовать и промычать одновременно. Это очень вкусно. У него слегка такой вкус аль денте, есть лёгкая кислинка. Сильный грибной вкус, да, кислинка. От лимона ещё. Лимонная цедра, да. В том числе. Пока мои коллеги доедают ризотто, я приглашаю вас отведать ещё одно блюдо. Выковырить красную икру из рыбки. Смотрите, какой изысканный цвет. Цвет вкусного соуса. Самое главное, это готовиться быстро и реально. Если не брать приготовление соуса, то что может быть проще? Просто всё почистить, положить в духовой шкаф. Я начну с рыбы. А я с капусты. Она настолько сочная. Вот попробуй, Катюнь. Такое ощущение, что её уже пропитали каким-то соусом. Её даже если вы не... Это сёнга. А что за руки? А, это Дима. Целую руки. Нет, женщина не должна целовать руки мужчине. Но сказать спасибо и высказать свою признательность... Вот так, тихо. Спасибо, барин. Накормил. Очень приятно было с вами приготовить. Спасибо, что вы были с нами. Это было очень классно. Такой опыт, он должен быть в жизни у каждого человека. Я сейчас говорю про готовку с шеф-поваром. Дима, он прекрасен. Он рассказал всё настолько подробно, настолько детально и настолько просто, что кажется, сегодня мы вечером придём с Катей и дома приготовим то же самое. Но это вам только кажется. Потому что, естественно, так как Дима, мы никогда не приготовим. Спасибо большое. Это действительно очень вкусно. Спасибо вам, что составили компанию. Мне было очень приятно. Я думаю, надеюсь, ещё увидимся. В ресторане. В ресторане. Сегодня. Приглашаешь. Завтра. Окей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»